Всем привет! Меня зовут Саша, я интернет-маркетолог студии Semantica. Сегодня мы с вами поговорим о digital trend. Обычно такие видео записывают приблизительно где-то в начале года, но мы решили посмотреть, пощупать и поделиться результатом с вами. Первый digital trend это chatbot. Chatbot это робот организации, у которой заранее прописаны алгоритмы ответов на определенные вопросы потенциальных либо текущих клиентов. В чем плюс? Потому что человеку нужно просто спросить цену, просто спросить материал футболки, узнать особенности доставки, ему не нужно звонить и спрашивать об этом вашего сотрудника. Для кого-то это определенный дискомфорт. Проще просто написать мессенджер и получить ответ. В чем плюс для вас? В том, что хороший chatbot, у которого хорошо прописаны все алгоритмы ответов, очень разгружает и даже экономит ваши средства для содержания сотрудника для обратной связи. Переоценить обратную связь вообще, на мой взгляд, сложно. Если вы будете давать оперативную связь быстро и закрывать все возражения, то именно люди, которые получат эту обратную связь и станут, как говорит Денис, адвокатами вашего бренда. К тому же в chatbot можно подключить кучу разных триггеров, например, в МДК. Они поздравляют своих подписчиков с днем рождения в соответствии с активностью. То есть если ты ставил лайки и написал комментарии, то в соответствующей МДК-цензуре ты получишь поздравление, в котором будет написано, какой ты классный и вообще кому-то что-то есть. А если же ты был неактивен, то получишь сообщение, в котором скажут, ну как бы ты бесполезен, чувак, но с днем рождения, что ж поделаешь. Подкаст. Подкаст это сравнительно новый для России тренд. Это своеобразный аудиоблог, который позволяет дотянуться до аудитории, которая привыкла слушать, а не смотреть либо читать, которая ездит в машине, которая едет в тисном автобусе и слушает в наушничках музыку. Вконтакте сейчас, ну как сейчас, в сентябре 2018 запустила платформу для подкастов. Сейчас она недоступна массам, но если уже сейчас вы подадите заявку в сообщество подкастеров, то сможете попробовать. Виральный контент, проще говоря, вирусный. Вирусный контент всегда считался крутым, но по-настоящему его, по крайней мере, в нашей стране, на мой взгляд, научились делать только сейчас. Почему? Потому что при создании подобного контента нужно меньше всего ориентироваться на продажу. Нужно думать о том, что заставит улыбнуться, возможно, шокирует вашего потенциального клиента или просто случайного зрителя, но заставит поделиться этим с другом. Только потом уже сделать привязку к фирме, либо продукту. Это относится к видеоконтенту. В мемах, в принципе, не обязательно привязка к продукту. Если она размещена в ваших социальных сетях, то уже все и так понятно. Поймите, людям нетрудно поделиться интересным контентом со своими друзьями или на своей странице, поэтому дерзайте. Геймификация. Довольно устойчивый тренд, применяется в разных масштабах, начиная от бота ВКонтакте, которым по активности в комментариях показывает в шапке профиля сообщества, и заканчивая разработкой компьютерных игр для привлечения молодых сотрудников, как это сделала, например, отель Мариот. Но хотелось бы остановиться, наверное, на более простых и доступных способах геймификации. Это геймификация в Инстаграме, которую сейчас они активно продвигают. Это тесты в сторис, вопросы в сторис. Найдите 10 отличий в сторис. И нет, это работает не только у блогеров. Вы можете также сфотографировать свое заведение или свой продукт, удалить в фотошопе парочку весомых деталей и заставить человека просто кликать туда-сюда, чтобы найти эти отличия и в итоге ответить вам, чтобы повысить ваш охват и ваши просмотры сторис. Кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг – это коллаборация брендов с общей аудиторией. Позволяет обменяться теми самыми долгожданными кусочками трафика, до которого вы не дотянулись и не дополучили, но получили ваши конкуренты либо партнеры. В чем особенная крутость? В том, что вы можете создать неожиданно интересный коллаб с ребятами, которыми, казалось бы, что у вас может быть общего, но при детальном анализе вы поймете, что портрет потенциального потребителя у вас одинаковый. Только стоит обратить внимание, что в кросс-маркетинге вам потребуется большой-большой запас креатива. Голосовой поиск. По прогнозам, к следующему, то есть к 2020 году, уже 50% всех запросов будет приноситься голосом. Это говорит о том, что борьба, которая развернулась между мобильными устройствами и компьютерами с последующей победой мобильных устройств, теперь разворачивается между голосовыми и текстовыми запросами. То есть, если вы не хотите, чтобы произошло как с Mobile First Index, и вы просто не потеряли огромный кусок трат, то вам нужно уже сейчас начинать заниматься и оптимизировать свой сайт под голосовые запросы. По большей части это относится к локальным запросам, то есть типа «Окей, гугл, где поблизости? Починить машину? Погладить кошку». Оптимизация под голосовой запрос несколько отличается от оптимизации под текстовой, поэтому ножки в ручке и бегом изучать и оптимизировать. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Подписывайтесь, обучайтесь, обращайтесь.